Ереван стал точкой, где эта вся миграционная, русскоязычная, ираноязычная группа населения, все в одной точке замкнулись, и в этом всем мультикультурном вайбе что-то и рождается. Нужно немножко сделать шаг назад, может быть, от армянства внутри этого фильма, и говорить об Ереване как о вот этой точке. О Ковчеге. Да, но и в Ковчег, да. Радио же русскоязычное, но в то же время армяноязычное. Кто-то скажет, что это постимперский синдром, вот тут сидите, множите имперские сущности. А я скажу, что это как бы реальность. Россия никуда не денется, а мы все равно должны ставить на нормальных русских людей внутри России и с ними работать, и они здесь есть, и пусть они тоже станут частью истории. Когда-нибудь это будет тоже документом. Через 20 лет люди будут по этому фильму, каким он хорошим, плохим не вышел, анализ проводить и думать, а что это вообще было? И они увидят все эти лица, все эти голоса, и это ощущение момента, когда Ереван стал вынужден, может быть, из-за войны, из-за этих геополитических обстоятельств, фатумов реальности, точки соприкосновения разных людей. Вот это было бы круто, я бы такое посмотрел.